Здравствуйте, друзья! Посмотрите на это. Я не уйду. Я не уйду. Не дождутся, ***! Едем дальше! Это мой дом! И я никуда не уйду! Меня никто и ничто не выпьет отсюда! А Джанет Йеллен не смогла произнести слово Binance. World's largest cryptocurrency exchange, Binance. Ситуация, которую вы наблюдаете, беспрецедентна. До сегодняшнего дня мы не видели, чтобы генеральный прокурор и министр финансов проводили совместную пресс-конференцию. Причина в масштабах предполагаемого преступления, о котором они объявляют в этой сделке с Binance. Друзья, ситуация вокруг Binance только что ухудшилась, и вслед за крупнейшей биржей под прицел попадает крупнейший стейблкоин в мире – тезер USDT. Вчера мы говорили о том, что Binance предъявлено уголовное обвинение. И биржа согласилась признать себя виновной, например, в умышленном нарушении закона о банковской таянии, в сознательном отказе от регистрации в качестве предприятия по переводу денежных средств и в сознательном нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Да, они были оштрафованы, и это один из самых крупных штрафов в истории казначейства США. Для примера, вот некоторые из штрафов, которые накладывались ранее на некоторые банки из-за тех же обвинений. Министерство юстиции требует от Binance выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискаций. Это крупнейшее принудительное взыскание в истории Министерства финансов США. И вы поймете, почему это так, когда прочтете конкретные данные, предоставленные казначейством. И, конечно же, основатель, генеральный директор СИЗЭТ тоже признал свою вину. Мы также предъявили Чан Пен Гуджжао обвинение в совершении тяжкого преступления и добились от него признания вины. Он умышленно нарушил федеральный закон, который требует от финансовых институтов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. На этом фоне BNB продолжает падать, а вот цена биткоина совсем нет. Она удивительно крепко держится. И самое интересное, что пытается пробить этот уровень, который в 2021 году был поддержкой для всего булрана. И если она его пробьет, это будет очень позитивным сигналом, ведь впервые за 2 или уже даже почти 3 года уровень поддержки всего булрана в 2021 снова станет поддержкой. Но вернемся к Бинансу, ведь то, что его ждет, повергнет тебя в шок. Все это является причиной того, что Министерство финансов теперь вводит мониторинг за Бинансом, в результате которого власти США будут получать активные отчеты из внутренней информации компании, чтобы понимать, что происходит в реальном времени. Такого мониторинга в криптовалютном пространстве еще не было. Мы видели это в других криминальных обвинениях в корпоративной Америке. Но для криптовалютного пространства это будет впервые. Таким образом, несмотря на то, что биржа Бинанс не является американской компанией, похоже, что теперь за ней будет следить правительство США и вообще будет управлять ее движением, то, куда она будет направляться. И здесь также есть важная деталь, которую они называют SAR Lookback. SAR это отчет о подозрительной деятельности. Министерство финансов собирается проанализировать всю подозрительную деятельность, которая исторически имела место на Бинансе. Таким образом, они получат информацию о всевозможных предполагаемых криминальных и террористических сделках, которые происходили на этой бирже. Это будет сокровищем для американских следователей и американской разведки и всех остальных, поскольку они будут просматривать все эти транзакции и пытаться установить связи, проследить за деньгами и их движением за многие годы. Это действительно историческое событие. Итак, правительство США прочесывает прошлые транзакции Бинанса и следит за настоящими. Оно фактически забирает контроль над Бинансом. Вопрос. Если ты пользовался Бинансом, может ты получишь проблемы из-за этого? Послушай, кого они ищут. И если ты не в этом списке, расслабься. На Бинансе осуществлялось финансирование терроризма, в том числе таких группировок, как Альбинда, Игилл, Хамас и другие. Бинанс использовали для шантажа и выкупа. Через Бинанс оплачивались материалы с сексуальным насилием над детьми. Бинанс никогда не сообщала о сделках на сайтах, которые занимаются продажей материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Они также утверждают, что все виды незаконной деятельности, включая покупку наркотиков, передавались на биржи через рынки в Даркнете. Также там было мошенничество и другие виды незаконной деятельности. Очевидно, что большинству пользователей Бинанса ничего не угрожает, потому что они всем этим не занимались. Но имей в виду, что основателю CZ теперь грозит максимум 10 лет тюрьмы со штрафами до полумиллиона долларов, плюс любая прибыль, которую он получил от предполагаемых преступных схем. Хотя, как заявил судья на слушаниях, соглашение CZ включает отказ от права на апелляцию, при условии, что срок заключения не превысит 18 месяцев. Поэтому многие говорят, что 18 месяцев это абсолютный максимум, если CZ согласится. Вчера мы говорили о сравнении Бинанса и Битмекса. Это хорошие уроки из прошлого, а повторение это мать учения. Так что повторюсь, история не повторяется, но часто рифмуется. Основатель биржи Битмекс, которая в то время была одна из самых топовых в мире, как и Бинанс сегодня, получил условно около двух лет, и его вынудили покинуть пост генерального директора Битмекса. Битмекс, как и Бинанс, тоже не был американской компанией. Поэтому если Артур Хейс получил от одного до двух лет условно, то CZ, возможно, получит от двух до пяти. Если не согласится на эти 18. Почему Биткоин на этом фоне растет сегодня? Потому что рынок получил конкретику и ясность. Риски вокруг Бинанса рассеиваются. Большая неопределенность, которая висела над инвесторами, наконец уходит. А инвесторы очень не любят состояние неопределенности. Реакция, которую я получаю от инвесторов, которые работают в криптовалютном пространстве, на самом деле довольно оптимистична. Они говорят, что это был последний сталактит, который должен был упасть. Это была большая неопределенность, которая висела над рынками. И если рынок сможет пережить нечто подобное, когда CZ убирают с поста генерального директора этой компании, тогда появится оптимизм, что все эти события уже заложены в цену. Они знают, какова цена решения этой сделки по признанию вины. Бинанс не закрывается. Сейчас на Бинанс приходится около 30% мирового объема торговли. Но худший сценарий, при котором Бинанс прекратит свою деятельность, не произойдет. Поэтому здесь есть оптимизм, несмотря на объективно негативные новости. Послушай, что говорит директор Coinbase про незаконную деятельность, которая связана с криптовалютами и долларом США. Менее 1% активности в криптовалюте связано с незаконной деятельностью, подобной той, которую вы только что описали. Кстати, 4% из всех существующих наличных долларов США используются для незаконной деятельности. Так что криптовалюта, конечно же, не уникальна в том плане, что лишь небольшой процент плохих игроков пытаются ее использовать. Именно поэтому мы, например, в Coinbase имеем очень сильные программы мониторинга транзакций. И мы вложили много средств в эти программы, связанные с KYC и AML. Но централизованные участники должны следовать этим правилам. Вчера мы говорили, почему спотовому биткоин ETF в США и крупным игрокам, которые хотят его запустить, мешает Binance и CZ. Зато им нужен Wall Street, Coinbase и BlackRock. Но на их пути остается еще одна преграда. Крупнейший стейблкоин, тезер, USDT. Доктор Профит, известный трейдер в Твиттере, пишет. Год назад я предсказал крах FTX и войну правительства против CZ. Теперь я предсказал падение CZ и Binance. В обоих случаях перед этими событиями рынок пампился и розничные трейдеры отвлекались этими пампами. Это действительно так. Отвлекающий памп перед крахом FTX действительно был. Также перед атакой на Binance был такой же отвлекающий памп. Правда, крах цены биткоина после этого не совсем случился. Теперь этот же доктор Профит пишет. Следите за Coinbase и USDT. Возможно, Coinbase уберет USDT с платформы. Возможно, USDT будет убран на территории США. Поэтому следующие недели будут интересными. Не только Coinbase, но и BlackRock говорит, что стейблкоины опасны. Конечно, не объясняют это тем, что USDT и USDC несут риски для биткоина и используются для манипуляций его ценой. Кроме BlackRock и в правительстве США есть люди, которые 9 ноября 2023 года представили законопроект про полный запрет тезера USDT, а также всего, что связано с китайскими криптокомпаниями или криптокомпаниями, которые были основаны в Китае. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим поход против тезера USDT. И, возможно, перед этим будет отвлекающий памп, как и в прошлые разы. В этом свете сразу же вспоминается сенатор Уоррен. На фоне высокой морали сенатора Уоррена и ее единомышленников США по поводу отмывания криптовалютных денег и участия криптовалюты в финансировании терроризма никогда не забывай, какова ее конечная цель – уничтожение биткоина и всех криптовалют вообще, чтобы освободить место для цифровой валюты Центрального банка. И я уверен, что во многих странах есть представители политической верхушки, которые стремятся к этому. Обрати внимание, что это интервью вышло в эфир в том же месяце, когда она впервые представила закон о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте. Это не совпадение. Эти события неразрывно и закономерно связаны. Сенатор Уоррен и ее последователи в США представляют этот закон не более, чем попыткой расправиться с незаконными операциями в криптовалюте. Но на самом деле он является ядерной ракетой, нацеленной на все криптопространство. Но не заблуждайся, закон Уоррен о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалюте – это убийца криптовалют. Он направлен на стимулирование криптоинноваций за пределами США, так как в самих США в случае принятия он накладывает непосильное бремя преследований и ограничений для майнеров, валидаторов криптосетей и даже для криптокошельков, будь то горячих, холодных, аппаратных, онлайн, оффлайн – абсолютно не важно. Принятие такого закона моментально бы убило всю индустрию, сделав ведение криптобизнеса в США и сам биткоин незаконными на территории Соединенных Штатов. Но в этом-то и суть. Уоррен стремится полностью отказаться от криптовалюты. Ее истинное намерение – устранить конкуренцию и освободить место для цифровой валюты Центрального Банка. Поэтому любой, кто подпишет этот закон в США, должен знать, что на самом деле он подписывает первый шаг – уничтожение самой перспективной финансовой технологии в мире в Соединенных Штатах. То есть он делает США аутсайдером в инновационных технологиях. Второй шаг – это усиление конкурентов США, которые не отказываются от этих инноваций, что в свете геополитической напряженности для Соединенных Штатов весьма нежелательно. И третий шаг – это внедрение цифрового доллара. Я сделаю об этом более подробное видео, оно, скорее всего, выйдет сегодня вечером. Поэтому подпишись, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Послушай ее. Не то чтобы банки поступали неправильно, но они могли улучшиться в цифровом мире. Я уверена, что это возможно. Но в таком случае давайте уже запустим ЦВЦБ. А вы за нее? За цифровую валюту Центрального Банка? Конечно. Я думаю, что нам пора это сделать. Но по сути, дело в том, что если посмотреть на каждую бумажную валюту, которую мы выпускаем, не на монеты, а на каждую бумажную валюту, она имеет свою собственную идентичность. Так что, по сути, мы уже готовы к переводу валюты на блокчейн, не так ли? Я думаю об этом как о проблеме, которую мы пытаемся решить. И если проблема, которую вы пытаетесь решить, заключается в запуске платформы для очень быстрой, практически без затратной возможности пересылать деньги по всему миру, например, своим братьям в Аргентину, то цифровая валюта справится с этой задачей. Если вы пытаетесь решить такую задачу, Центральный Банк и его цифровая валюта справятся с ней. И для этого нам не нужны стейблкоины, динаминированные в долларах США. Нам не нужен биткоин. Тогда возникает вопрос, а что такое биткоин? Какую проблему он решает? Но это уже совсем другая тема. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!